Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы каждый день будете видеть свежее видео по поводу всего, что в игре появляется. Хотите ничего не пропускать? Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех игровых событий World of Tanks Blitz. Стараюсь специально для вас и в этом видео мы с вами чутка покрутим рулеточку на Projetu 46, которая сейчас появилась, ну а потом обязательно выкатим данную тачку. Я честно говоря с трудом нашел аккаунт, на котором Projetu у меня на удивление нет. На всех остальных аккаунтах Projeta у меня благополучно находится в ангаре. Почему? Потому что я лично считаю, что Projeta 46 это один из трех средних танков восьмого уровня, которые обязательно должны быть в вашем ангаре. И они, эти три танка, заполнят 90% всех возможных вариантов геймплея. Projeta действительно хороша и до сих пор не устаревает. У меня на счету 1214 голды и именно столько я могу потратить на эту рулетку. Больше голды на данном аккаунте нет, а на основе крутить там где Projeta есть смысла нет. Потому что компенсацию за нее получать неохота. В отношении стоимости рулетки. Рулетка дороговата, 18 прокрутов стоит 15 тысяч золота. Если достанете машину на 17 прокруте, то заплатите за нее 13 тысяч 10. Ну а если вложитесь в 16 прокрутов, то 10 тысяч 510. И в принципе с теми плюшками, которые там в рулеточке есть, можно сказать с натяжкой, что неплохо. Почему? Потому что здесь есть несколько разных контейнеров. Ну и соответственно если из них что-то вам еще выпадет, то тогда машинка появится в вашем ангаре дешевле, нежели полная стоимость ваших прокрутов. Ну что ребят, давайте будем на покрутить. К сожалению у меня, как я сказал, 1214. Ребята разработчики отделили одним золотым первую часть рулетки на восьмом уровне. И этот уровень стоит 1296. Короче говоря, до этого практически бесплатного прокрута я не дотягиваю буквально каких-то 100 голды. Продавать какой-то танк ради того, чтобы лишний раз крутнуть рулетку, ну не знаю, желания нет. Поэтому крутим полностью на все золотые, а там дальше будет видно, выпадет, не выпадет, повезет, не повезет. В целом я думаю, что на этой рулетке большинство игроков заберут себе главную награду именно на последнем прокруте. Потому что в рулетке ничего особо ценного нет. Ну и соответственно на проджету действительно шансы будут равны практически нулю. Или даже там заходя за ноль в обратную сторону. На данный момент ничего годного не выпадает. Вот эти предметы я бы не покупал. Ну разве что 2000 свободки за 50 голды, наверное купил бы. А вот в отношении иксов очень сильно сомневаюсь, что тратил бы свое золото на то, чтобы покупать их. Но с другой стороны выпадают самые дешманские награды в начале рулетки. И в целом это знак определенный к тому, что скорее всего и награда главная все-таки будет где-то ближе к финишу. Будет выдавать рулетка по нарастающей. И сначала заберете всю шелуху, а потом будете забирать что-то действительно ценное. В моем случае очень повезло. На случай, если вдруг машинкой обзаведусь, забираю себе новый легендарный внешний вид, который мне на прогу очень сильно нравится. И кстати на основе у меня этого легендарного внешнего вида нет. С удовольствием заимел бы. Потому что на проге у меня стоит обычный внешний вид, который к машине не имеет вообще никакого отношения. 200 голдовых. Ну дай что ли контейнер какой-то, я не знаю, чисто для разнообразия. Хотя бы собери их все какой-то дай. Нет, 50 тысяч кредитов. Просто супер. За бешеные деньги такая малая награда. Ну, давай. Добей меня анимированным аватаром. И на этом мы рулетку закончим с тобой. Нет, игра решила меня пощадить, но не сильно. Все, на этом прокруты заканчиваются. К сожалению, закончилась голда. Но я не расстроен. Потому что на основном аккаунте и на всех остальных аккаунтах прога у меня есть. И на этом рано или поздно она все равно появится. Пишите пока свое мнение в отношении Progetto46 в комментариях. А я пошел на свой основной аккаунт покатать вместе с вами пробу. Перед тем, как поедем кататься на Progetto46, как обычно, кратенько обсудим технические характеристики. Но я больше чем уверен, что все вы их прекрасно знаете. Машина находится в игре уже давно. И я больше чем уверен, что нет среди вас танкистов, которые первый раз слышат про Progetto. Напишите, кстати, хотите ли вы себе Progetto в ангар. Есть ли она у вас. И какое ваше мнение в отношении того, насколько машина играбельна по состоянию на сегодняшний день. В отношении орудия здесь все очень клево. 2,5 секунды перезарядка между снарядами в магазине. Это действительно очень удобно. Ты всегда готов встретить своего соперника. И что самое интересное, у тебя есть чем его встречать. Потому что время до зарядки каждого снаряда меньше, чем у цикличного орудия на уровне. И это действительно очень клево. Суммарно 3 снаряда. И ты реально всегда имеешь какой-нибудь 1-2 снаряда для того, чтобы схлестнуться со своим соперником. Время сведения божественное. 2,7. Разброс 0,321. ДПМ вполне себе реализуемый. 2243. Да, не зашкаливающий. Но, блин, он реально клевый. Ты постоянно даешь на отмышь и постоянно наносишь урон. И урон наносишь немаленький. По 240 единиц. Казалось бы, вроде бы немного. Но, блин, когда ты это делаешь через каждое, грубо говоря, 5-7 секунд. Это действительно очень классно. А плюс к тому, ты можешь, если уж сильно захотеть, закинуть сразу 3 снаряда, грубо говоря, за каких-то там 5 секунд. И при этом всем накинуть более 700 единиц урона. Короче говоря, прога хороша на любой момент в бою. Угол склонения орудия вниз минус 9. Не для того, чтобы играть от башни, потому что там не сильно крепкий лоб. Но, в целом, часто довольно-таки прилетают непробития. А для того, чтобы, играя на неровностях, действительно иметь возможность нормально выцеливать на ходу своих соперников. Стоит также отметить по поводу хода, что машина действительно далека от идеала в отношении динамики. Но это средний танк с очень крутым барабаном. Поэтому требовать от него, чтобы он еще носился, как у горелой по карте, это уже будет перебор. Ну что, ребят, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна. Ну что, друзья, погнали! В отношении подвижности, в отношении динамики, в отношении маневренности. Нет вопросов только к последнему показателю. Маневренность у машины действительно присутствует, как видите. Можно вполне спокойно менять направление своего движения, не теряя в скорости. В отношении динамики. Динамика разгона не очень хорошая. В отношении максимальной скорости вполне приемлема. А вот в отношении того, чтобы свилять в случае необходимости, здесь могут быть сложности. Такс, вернулись назад. Ход назад, кстати, довольно комфортный. На удивление, когда первый раз играешь на этой машине. Правда, в моем случае это было очень давно. Но я четко запомнил момент, когда я очень сильно удивился. Когда я начал стартовать с места, то я понял, что динамика далеко не самая лучшая у машины в отношении разгона. Но когда мне надо было сдать назад, я был очень сильно удивлен, что тачка это сделала, в принципе, с легкостью. Короче говоря, в отношении подвижности стоит просто к этому привыкнуть. И в целом машина играется неплохо. Так. Размениваемся. Размениваюсь не в свою пользу, к сожалению. К2 все-таки имеет довольно неплохой урон за выстрел. По точности. Как вы видите, точность на высоте. Вполне спокойно выцеливаю серый бронелист у СМВшки. И в целом в этом машина меня действительно радует. Вот против меня Проджета еще одна играет. Но... Ну почему? Почему так получается? Два попадания из трех и все без урона. Вот такая вот дивная тачка Проджета 46. Вроде бы и серая, а когда начинаешь по ней откидывать, не можешь нормально пробить. Стоит отметить, ребят, что если вы не заметили, я уже дозарядил обратно три своих снаряда, которых у меня уже не было. Короче говоря, по времени перезарядки, по времени дозарядки машина практически божественная. Играется очень комфортно. Мне лично всегда нравится на этой тачке заезжать, когда мне хочется поехать и понакидывать. Несмотря на то, что динамика не сильно бодрая, в целом ее достаточно для того, чтобы можно было вот так вот потягать за собой ту же самую Проджету. Ай-яй-яй-яй. Есть. Есть, родимый. И теперь получай от меня. Получай от меня два снаряда. И третий, кстати, у меня еще остался в магазине, который я могу использовать для какого-нибудь другого соперника, который мог появиться где-то рядом. Так, поехали, объедем. Пустим перед собой Астрон Рекса. У него запаса прочности немножко побольше будет. Ладно, возьмем еще немножко больше круг. В общем, я не буду долго распыляться в отношении качеств данной машины. Качество у машины есть. Машина хорошая машина, актуальная, она абсолютно не устарела. Как я уже сказал, я сомневаюсь, что в игре есть танкисты, которые не знают, что такое Проджета 46. И как я уже сказал, я считаю, что Проджета один из трех средних танков, которые стоит заиметь себе в ангар для того, чтобы покрыть 90% геймплея, который можно найти в этой игре на восьмом уровне, играя на средних танках. Список этих трех танков очень прост. Проджета 46, Химера и Центурион МК-5 дробь 1. Почему так? Потому что Центурион МК-5 дробь 1 имеет очень хорошее орудие в отношении скорострельности, но там комариные укусы за каждый выстрел. И особо много ты не набросаешь за один выстрел, но набросаешь, когда будешь просто разряжаться постоянно в своего соперника. В отношении Химеры. Химера дивная машина тем, что у нее великолепная броня, которая вроде бы отсутствует, а в то же время постоянно танкует. И шикарный урон за один выстрел. Более 400 единиц. Это второй вид геймплея. То есть альфовое орудие против комариных укусов, но там скорострельность, а здесь долгая перезарядка. Ну а в отношении Проджеты 46, это барабан с системой дозарядки, который можно использовать и как обычный барабан, и как цикличное орудие. Ну короче говоря, все возможные вариации использования данной машины вам предоставлены. Осталось только научиться это делать. Поэтому, ребят, именно эти три тачки я и отношу к топ-3 средних танков, которые покроют большинство ваших запросов. Все остальные танки на уровне, в большинстве своем, это вариации той или иной машины из этого списка. Теперь смотрим на нашу результативность. Мы проиграли. Мне не повезло абсолютно встретить Химеру. Я занял второе место в команде по урону. Сделал три фрага. Получил массу позитивных эмоций. С удовольствием хочу похвалить наших союзников за то, что составили мне компанию в этом бою. И обязательно похвалю наших соперников, которые достойно победили. Достойны, ну как минимум, моего уважения. Ребят, проявляйте уважение в игре и тогда нам всем в этой игре будет гораздо комфортнее. Если вы со мной согласны, ставьте лайк под видосом. Ну а в отношении того, крутить ли саму рулетку, определяйтесь самостоятельно. С одной стороны, 15 тысяч голды это перебор. А с другой стороны, вы за эти 15 тысяч голды получаете проджету с легендарным внешним видом. Да и тройку-другую контейнеров, из которых, глядишь, может еще что-нибудь выпадет. Но помните, не обязательно, что выпадет. Лучше покупайте танки непосредственно с самого магазина. Хороша ли сама проджета на сегодняшний день? Да, и как я уже сказал, она абсолютно не устарела. А в отношении рулетки, принимайте решение самостоятельно и не пеняйте на меня. Как я уже сказал, не рекомендую крутить рулетки, открывать контейнеры. Рекомендую брать то, что вы видите своими глазами и сможете забрать своими руками. А не покупать кота в мешке. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.